Всем бонжур, хелло! И из Иерусалима мы проводим прямой эфир из Иерусалима. Значит, продолжаем изучать Тору, Шавуатов, Ходыштов, Хорошего Месяца. И мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, Мишли, как звучит на иврите. Идет этот прямой эфир на Инстаграме, идет он на Фейсбуке. И будет еще запись, как раз будет запись еще для Ютуба. Все, я отключаю в Инстаграме комментарии, потому что очень много людей смотрит. И друг другу мешает. И мы продолжаем изучать притчи. Притчи 30 глава. Мы сегодня находимся в 30 главе, так как мы уже очень много выучили. Мы уже очень много выучили. 30 глав мы прошли, представьте. 30 глав это очень много. И получается, что сейчас царь Соломон, это он уже делает как отделочные работы. То есть, Мишли же построена очень по такой гениальной структуре, скажем так. То есть, эта структура выстраивается вначале в фундамент. А потом, когда фундамент уже выстроен, на нем уже делаются отделочные работы. И вся самая глубинная такая корневая фундаментальная мудрость уже была выстроена. Теперь мы на этом, это знаете, как, например, тот, кто учит математику. Он же не может сразу начинать с высшей математики. Он вначале должен знать таблицу умножения, цифры там хотя бы выучить. Правильно? Хорошо. Значит, мы дошли до 30 главы. Сегодня у нас будет отрывок. Отрывок у нас сегодня, значит, 21-й отрывок. 21-й отрывок. Говорит нам царь Соломон в 21-м отрывке 30-й главы притчи Мишли. Тахат шалош ракза эрец. Ветахат арба лотухаль сет. Значит, пишет он такую вещь, что люди, он говорит, под тремя трясется земля, и под четвертым не может она его носить. Значит, мы видим, что земля иногда трясется. Целые города были уничтожены через землетрясения. Например, Помпеи. Есть такой город Помпеи. Его засыпало вулканом. Было до этого два города, Сдом и Амора, которые были уничтожены. С Дома Амора с неба на них посыпалась сера. И там, где была цветущая долина, это было самое цветущее место во всей земле Израиля, вот эта вот долина, которая на сегодня называется Мертвое море. Мертвое море. То есть там, где была цветущая долина, за грехи людей был уничтожен этот вот цветущий оазис. Можно так назвать. Очень интересно, что Израиль, Израиль, да, уже народ Израиля был 2000 лет в изгнании. То есть с тысячу где-то, получается, не с тысячу, с где-то в 70-м году был разрушен второй храм, в 70-м году нашей эры. И вредский народ отправился в изгнание где-то со 120-го, 150-го года нашей эры. Получается, что почти, почти 2000 лет, чуть меньше, еврейский народ находился во всем мире, но не в земле Израиля, представляете? И закончилось вот это вот 2000-летнее изгнание. Закончилось оно и с 1948 года снова появилось государство Израиль. Появилось абсолютным чудом. Представьте, это был единственный раз, единственный раз в организации объединенных наций, когда и Америка, и Советский Союз проголосовали за то, чтобы возникло государство Израиль. Уже была тогда холодная война, уже была такая прям, были врагами. И вот они в 1948 году объединились, проголосовали, и, значит, появилось чудом государство Израиль, которое таким же божественным чудом существует последние 70 лет с этого момента, и которого не было 2000 лет, представьте, да, был такой перерыв. Теперь мы можем сказать, ну, человек, который такой поверхностный, он говорит, ну, что, бывает, случайно, все случайно, 70 лет, ну, случайно, 2000 лет, случайно. А человек, который глубокий, он говорит, нет, в этом мире нет ничего случайного. Этот мир, он существует по очень четким законам. Почему, почему, спрашивает такой человек, почему, за что Еврестия народу шел в изгнание, и как он вернулся, почему же изгнание закончилось? Значит, Бог, получается, простил Еврестий народ. Если мы зайдем в Талмуд и посмотрим, за что Еврестий народ ушел в изгнание, то окажется, что главная причина, которая называется, это Сенат Хинам. Беспричинная ненависть друг к другу. То есть, из-за того, что в период, эпоха, которая предшествовала разрушению, разрушению второго храма, евреи между собой начали друг друга ненавидеть, да, то есть, беспричина причем, да, то есть, не было никакой причины. Они начали ругаться, спорить. Вот это, знаете, у нас, кстати, сейчас очень опасная ситуация. За год четвертые выборы сейчас. То есть, очень напоминает, что в то время тоже было много партий, не могли договориться, не было такого объединения. И в итоге это привело к тому, что началось двухтысячелетнее изгнание. Значит, вот здесь это было вступление. И тогда мы давайте поймем, что нам сказал царь Соломон три тысячи лет назад. Он построил первый храм, за что, он говорит, под тремя действиями трясется земля, а четвертого она не хочет носить. О, вот давайте посмотрим. Где он перечисляет? Двадцатый второй отрывок. Из-за чего трясется земля? То есть, ну, как бы, это нарушает законы природы. То есть, вот это явление нарушает законы природы. Тахат эвет киим лох, венаваль ки изба лехем. Под рабом, который начнет царствовать, и под негодяем, который насыщается хлебом. Значит, давайте рассмотрим. Значит, было раньше сословие, были рабы, были свободные люди. Кто были рабы? Рабы это были народы, которые захватывали, их забирали в рабство. Например, в свое время белые черных в Африке приплыли на кораблях, смотрят черные спокойно себе там кушают бананы. Ну, такие они были не очень, не очень были развитые, да, относительно белых того времени. Белые дать его отлично, значит, их захватывали, кидали в корабли, везли в Америку и продавали в рабство. Вот такая вот была совсем недавняя Америка, свободная страна. Все, но они очень выросли на этом. То есть, рабство отменили. Была у них потом гражданская война, юг воевал с севером. То есть, были рабы еще вот буквально там 150 лет назад. На территории России были крестьяне крепостные, которые были тоже на положении рабов. Их можно было продавать целыми деревнями. Продавали их, они были такие бесправные. Если мы еще в древность копнем, то были, например, захватывали вот всякие такие бандиты. Народы, которые были, которые захвачивали, да, вот они захватывали другие страны. Была там Османская империя. И вот эти османы, они, значит, Османская империя захватывали страны. И в захваченных странах они брали людей и продавали их в рабство, делали их бесправными. То есть, рабы, если человек уже родился в рабстве, то у него не было ни образования, ни свободы. То есть, они у рабов, особенно кто родился уже рабом во втором, в третьем поколении, у них даже мысли не было, что они могут стать свободными. То есть, специально вот эти вот люди, которые властвовали над рабами, они убивали всякую возможность для свободного мышления. То есть, все, родился рабом, ты уже отсюда не выйдешь. Теперь, когда такой раб становился царем, что делал раб, который становился царем? Он первым делом начинал мстить. Он начинал мстить, и этот вот раб, который становился царем, устраивал террор. Террор прям огромный. Вот мы видим в Торе две истории про рабов, которые становились царями. Такие яркие две истории, которые показывают разницу. Вот смотрите. Первая история по порядку, это история о Йосифе. Йосиф это сын Якова, которого братья продали в рабство. И он оказался рабом в Египте. То есть, он был из семьи. Семья Якова, это было как цари, да. То есть, они были свободные люди, которые были на высочайшем уровне Авраама. Дедушку Якова был Авраам, как Яков. Так, куда он не приходилось, он приходил в какое-то место. Его называли, носи царь, царь Всевышнего ты. Называли Авраама. То есть, он был пророк. По нему было видно, что он с Антинами общается. Было у него благословение. Он мог людей лечить и так далее. И Яков это был его внук. Но когда Йосифа братья продали в Египет в рабство, он стал рабом. Его держали там в бесправном абсолютно положении. Но потом он вышел из рабства. И когда он вышел из рабства, фараон назначил его премьер-министром. Так, что сделал Йосиф? Йосиф, он первым делом спас египетский народ от голода. То есть, он построил хлебохранилище. В годы сытости они собирали урожай, чтобы он не пропадал. Он придумал, как его сохранять. Потом, в годы, когда начался голод, он спас весь египетский народ. И установил систему тогда, что 20% платили фараону народ. Налог такой был. А остальное забирали себе. Очень было это все благоденствие для Египта. 70 лет он был премьер-министром. И все его любили. Теперь возьмем второго раба, который стал премьер-министром в Торе. Это история, которая произошла с Аманом. Был такой Аман, который стал премьер-министром у Ахашвироша. Чем он занимался на этой должности? Он издал указ, и он сделал так, что давайте уничтожим весь еврестий народ. Он предложил Ахашвирошу. И он, вся его жизнь, то, как его описывает Тора, и Ахашвирош, кстати, тоже, он захватил власть. Ахашвирош был такой, как Сталин. Он захватил власть в этой Вавилонской империи. Что делал Ахашвирош? Он 180 дней устроил пир. Что делал Аман? Он хотел уничтожить еврестий народ и ограбить, все у них забрать, все их имущество. То есть мы видим, что когда раб становится, раб, но и в самом плохом понимании этого слова, когда он становится царем, то в этот момент его главная задача – это мстить и уничтожать всех свободных людей, которых он может достать. И я в конце описания к этому уроку привел из Витипедии статья, которая называется «Большой террор». В 1937-38 году было уничтожено коммунистами, большевиками в России половина коммунистической партии. Было за два года, 1937-38 год, было арестовано полтора миллиона человек, из них было расстреляно 700 тысяч. Так пишет Витипедия. Так пишет Витипедия, представляете? И весь этот большой террор, это только за два года, 1937-38 год. Говорит нам царь Соломон 3000 лет назад. Когда раб, он начинает царствовать, и когда негодяй насыщается хлебом, что значит негодяй насыщается хлебом? Когда люди, которые преступники, негодяи, они становятся богатыми, они начинают, куда они тратят деньги, да? Они начинают тратить деньги только на одно – на понты, на самовосхваление и так далее. То есть, когда нарушается структура, духовная структура мира, то земля начинает качаться. Какими уже это будет способами? Землетрясения, цунами, коронавирусы и так далее. То есть, у Всевышнего, Всесильного Бога, Творца Мироздания, у него много способов отреагировать на то, что люди внутри начинают нарушать духовные законы. Но если вот это происходит, и вот этот раб захватывает где-то власть и уничтожает закон, если негодяй становится богатым и дает пример всем остальным, как надо тратить деньги, то в этот момент земля начинает трястись. Теперь, это было две вещи, нам сказал царь Самон, две из четырех. Теперь еще две. Значит, 23-й отрывок, так от Снуа, Тит-Тиваэль. Когда земля начинает трястись, когда жена, ненавистная жена, она начинает изменять мужу, и рабыня, она, и рабыня, она начинает, как бы, рабыня, она тираж, она наследует власть богатства госпожи. Это тоже вот вторая вещь. Значит, давайте рассмотрим. Значит, тут в первом отрывке шло про мужчин, во втором отрывке шло про женщин. Значит, говорит нам царь Самон, что самая плохая вещь, это когда жена начинает изменять своему мужу, и она обманывает мужа, и она вводит, получается, в грех других мужчин, которых она совращает. И это нарушает, когда рушатся устои семьи в государстве или в народе, тогда эта страна, земля, народ, она начинает трястись, и начинаются там всякие проблемы, неприятности, которые, в конце концов, уничтожают это место, как были уничтожены великие цивилизации. Рим, Древняя Греция, Древний Египет, Вавилон и так далее. То есть, это сейчас царь Самон предупреждает о тех грехах народа, которые служат причиной разрушения вот этого места. Значит, женщина, которая изменяет мужа, то есть, начинается такой разврат, и рабыня, которая приходит во власть и наследует госпоже. И из примеров, которые я помню, это же, конечно, последние исчезновения Великой Империи, Советского Союза, которая была, империя, построена на антирелигиозных законах, и как только коммунисты тогда, в 17-м году захватили власть, то они хотели разрушить институт семьи. То есть, не просто была эмансипация и так далее. То есть, я вот как раз тоже найду какую-нибудь статью про то, как женщины вступали в отношения с мужчинами, как они относились к семье и так далее. Теперь было очень такое выражение, может ли кухарка управлять государством. И действительно, на тот момент власть в стране захватили люди, которые не были готовы к этой власти. И, например, здесь сейчас, да, я могу сказать, вот в Израиле, идут каждую неделю сейчас демонстрации против Нетаньяу, против премьер-министра. И при том, что он сделал очень много хороших дел для Израиля, но основа, можно сказать, вот те люди, с кем я разговаривал, кто выходит на эти демонстрации, основа их гнева против Нетаньяу как правителя Израиля, который уже около 20 лет управляет страной, это его жена. То есть, очень ненавидят именно его жену, которая, по их мнению, я не влажу в политику, но которая, по их мнению, очень много управляет государством, управляет своим мужем, лезет в политику и так далее. Это как раз предупреждал царь Соломон, что это очень плохо, земля начинает трястись, и действительно, даже сейчас в Израиле уже четвертые выборы за год, несмотря на то, что Нетаньяу, с моей точки зрения, он отличный руководитель государства, но люди, какие-то люди, какая-то часть людей им недовольны, и большая часть этих людей недовольна им из-за его жены, из-за его жены Сара Нетаньяу, которую они обвиняют в том, что она как раз рабыня, которая некрасиво себя ведет. Хотя были, я когда-то читал, интересно, я читал статьи про жены премьер-министров Израиля, вот идут все, начиная от за 70 лет, все жены премьер-министров. И из них были, которые выставляли, ну, которые очень активно участвовали в жизни страны и в жизни своего мужа, да, в политической, были, которые настолько были скромные, что их вообще никто не знал, они никогда не показывались вообще в кадре, в экране и так далее. То есть есть разные варианты, как начинают себя вести мужчины, когда они приходят к власти, и есть разные варианты, как начинают себя вести женщины, когда они приходят к власти. И то же самое к богатству. То есть богатство и власть, это то, что проявляет сущность человека. И если к власти и к богатству приходят люди внутри, которые гнилые, такие, ну, вот как здесь написано, негодяй, или раб, который приходит, то есть он по сути свой раб, то он начинает разрушать народ, разрушать страну. Если приходят люди, которые честные, идеалисты, открытые, которые готовы жертвовать собой и своей жизнью во имя народа, то, естественно, начинает процветать страна. И есть законы, которые бог дал Ноаху после того, как уничтожил все человечество, и остался только Ноах с ковчегом. И там он дал ему одну повелевающую заповедь, всего одну. Он ему дал семь заповедей, семь законов для всего человечества, для сыновей Ноаха. И он дал, была там одна повелевающая заповедь. Она звучала так. Делайте справедливый суд. То есть для всего человечества самая главная вещь, которая позволяет миру существовать, это справедливый суд, который честный для всех, который абсолютно судит людей без учета того, кто ты, там, власть у тебя есть, деньги у тебя есть или нет у тебя денег. То есть, если бы люди жили по справедливым, честным законам, которые одинаковые для всех, тогда в мире бы был рай на земле, можно так сказать. Все, дорогие друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. Завтра мы продолжим 30-ю главу. 30-ю главу. Дальше у нас будут такие нюансы о разных качествах человека, которые приносят ему успех. Значит, еще раз мы изучали сейчас Мишли, притчи царя Соломона. Полностью все эти уроки есть на сайте, который называется vaikra.com. Там есть все мои прошлые уроки. И с 10 утра до 10.20 каждый день есть урок Торы. Мы сейчас заканчиваем уже притчи царя Соломона. Все, всем хорошей недели, хорошего дня, хорошего месяца. И чтобы скорее закончилась вот эта вот эпидемия, которая остановила мир. И чтобы она закончится, когда мы поймем причины, почему она пришла и что-то исправим в себе. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok